Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в Ютубе. Сегодня в гостях у меня по связи, по скайпу, Владимир Николаевич Тюняев. И мы обсудим очень интересный вопрос. А может быть даже не один, не теряя время, хочу передать слово. Владимир Николаевич, а какая главная наша тема? Что, ну можно сказать, сенсационное, да, наверное, какое-то изменение в мире? В чём суть нашей беседы? Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Рад вас видеть. Давно уже мы не вели бесед на нашу тему актуальную и больную. Вот буквально неделю назад в новостной ленте РИН Новости опубликовали информацию о том, что акционерное общество «Концерн Гранит» – это организация, которая выпускает специзделия, специзделия, спецкостюмы, радиотехнические средства для специальных служб. Провели клинические испытания и получили регистрационное удостоверение на аппарат ТОР. Я его уже давно знаю. Этот аппарат предназначен был для очищения воздушной среды на больших площадях. Ну вот в цехах и видео по этому поводу было. Но вот, значит, товарищи провели клинические испытания на 236 человеках и получили очень хороший результат. То есть практически там течение вот этого новомодного заболевания легко проходит. И вообще люди быстро выздоравливают, и практически у них рецидивов не получается. То есть и контроль, и плацебо, которые давали, показали эффективность полевого воздействия на большую территорию. То есть до 10 тысяч квадратных метров. Вот представляете себе, о чем мы с Юрием Андреевичем говорили уже, наверное, сколько, последние там 10 лет, или мы уже этим больше 25 лет занимаемся. И еще в начале 2000-х годов у нас мы проводили исследования аналогичные на вирусы в Институте вирусологии имени Ивановского, в первой клинической больнице, в клинике Бурденко. И мы получили такие же результаты, но индивидуальные, по лечению там гепатитов ВИЧ-инфицированных. То есть возможность полевого воздействия на организм вот сегодня признан государством, получено регу удостоверение. И мы можем сказать, что наконец-то плотина прорванных. Несмотря на то, что незаметными проходили некоторые устройства, которые получали патенты, в том числе и наши, еще в 98-м году, в 2001-м, по защите от излучения, это же тоже полевого воздействия внешние, которые мы прекращаем на человека. Но вот теперь, наконец-то, государство признало, что это актуально. И с этим можно просто порадоваться. Другой вопрос, как это действует, на последствия, которые могут быть от применения данной технологии. Вот тут много шума идет среди блогеров, которые говорят, ну если есть воздействие, стирающее из СРНК саму активность вируса, это возможно. Он же имеет полевую форму. То есть, по сути дела, вирус обладает напряженностью электромагнитной, так как электромагнитная волна на него воздействует с какой-то модуляцией, следовательно, запуская эту волну, он стирает, то есть в противофазе гасит его. Все это доказано. Вот они документы. Все можете посмотреть. Следовательно, те исследования, которые мы больше 20 лет делали, нашли свое подтверждение все-таки в государстве. Хотя у нас также и заключением. Но мы в медицину не шли, потому что нет нужды в медицину идти, так как у нас технические устройства, прекращающие воздействие внешних вредных источников на биологические объекты и на живую природу, о чем мы вот с Юрием Андреевичем уже сколько лет говорим. И слава Богу, все-таки люди слышат, многие приобретают, и хорошо. Но теперь мы теперь скептиком, Юрий Андреевич, помните, сколько лет назад, уже три года назад, вы предлагали приезжайте, доказывайте, что мы неправы. Никто не приехал, побоялись. Вот я сейчас напомню, дорогие товарищи, значит, дело вот в чем было, что уже устав от не просто скептиков, таких наглых товарищей, которые безапелляционно, нагло, не имея никаких прав и оснований тогда на то, утверждают, что мы несем всякую чушь, ересь и так далее, то есть все их доказательства были на уровне вот этих сам дурак, да? Так вот, я в горячах и даже, нет, обдуманно, потом и ни в одном ролике нашим совместным с Владимиром Николаевичем, я сказал, обратившись к таким подобным людям. И сейчас хочу повторить, ведь это актуально и сейчас, что если вы сможете доказать, что нейтроники, устройства, которые защищают, ну, по крайней мере, индивидуальные средства защиты нейтроники, которые такие трехслойные антенны в виде микроголограмм, что они убирают резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК, от ВЧС-ВЧ излучения, если вы докажете, что это неправда, я выплачу сначала, я сказал, миллион рублей, потом я сказал два миллиона, сейчас я говорю три миллиона рублей наличными тому, кто сможет это доказать. Вы с собой можете привести, а встреча будет организована, не волнуйтесь, академиков, профессоров. И если сможете совместно с любыми академиками мира это доказать, а это просто невозможно, ну, вы, допустим, уверены в себе, хорошо, всегда один процент можно оставить на то, что действительно вдруг получится, да? То мы вот готовы, я готов на такие условия. Тогда, если вы напишите под этим видео или на почту, я соединю вас с Владимиром Николаевичем Тюняевым, ну, и договоритесь о времени, о круглом столе, где это будет и так далее, всё решаемо, то и я к этому присоединюсь. И, что называется, давайте попробуем. Но поскольку это сделать, в принципе, невозможно, потому что есть истина, она выражается в законах природы, и влияние на клетку и так далее, это всё абсолютно известно. И вот те видео, особенно вот два моих последних, на тему, там, примерно название я сейчас скажу, там, 3, 4, 5G, Wi-Fi и рак, вот два таких видео последних по дате выхода на моём канале, вы посмотрите, дорогие товарищи, сперва, а потом под ними почитайте ссылки на эти исследования, наши отечественные, американские, кто любит Америку, и так далее, и вы, ну, если вы вменяемый, конечно, человек, наверное, поймёте. А себя дёшево оправдывать тем, что вы так любите научно-технический прогресс и всё для нашего блага, якобы верите в это, и что все любые гаджеты и новомодные устройства на пользу, или, по крайней мере, безвредны, иначе бы их не выпускали, то вы просто идиот. Ну, это, так сказать, мягко, я выразился очень, это не оскорбление, это прям вот любя. Теперь, что касается вот данной темы. Да, совершенно прав Владимир Николаевич, который сказал, что данный факт о том, что крупная компания, известная, выпустила прибор-устройство, которое обладает такими-то характеристиками и свойствами. Официальная, так сказать, государственная машина наша признала это всё. То есть, это факты, это пройденные исследования, комиссии, прибор продаётся официально, его закупают очень серьёзные организации, военные, спецслужбы там и так далее. Всё, надо уже прикусить языки себе. Насчёт, ну, это я к тем обращаюсь, кто вот такой наглый, такой весь, так сказать, выпендрёжный и так далее. А нормальные люди, мы просто вот факты отконстатировали, да, это наша радость, потому что, наконец-то, спустя многие годы, теперь можно закрыть рот всем тем, кто ещё пытается что-то, так сказать, сказать, безапелляционно. Ну, плюс предложение в силе, плюс что ещё мы можем сказать на эту тему. А давайте объясним, может быть, вот вы ещё раз объясните, как, собственно, нейтроники, во-первых, вот эти две модели, а во-вторых, антенна, вот эта многонаправленная медная антенна, которая в радиусе 15 метров, в любой условной точке, подвешенной в пространстве, да, снимает уже вот это негативное резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК, от крупных источников, например, вышек ретрансляторов сотовой связи и даже электромагнитных мощных полей, типа высоковольтных линий, да, кто находится рядом, живёт в этой зоне. Вот как это происходит? Кратко, прямо и понятно. Я уже неоднократно и в роликах, и постоянно говорю, что любая антенна, и это описано в литературе, в учебниках, она переизлучает. Любой штырь, поставленный в пространстве, он несёт в себе, опять-таки, определённую энергию, потому как на нём создаются токи магнитной поляризации внутри, и вот эти токи, поверхностные заряды и магнитной поляризации создают вторичную волну. Об этом Минин писал, об этом написано в учебниках. И вот эта вторичная волна создаёт вторичное поле, которое безопасно, в данном случае мы говорим про нейтроник, всех модификаций от голограммы, которую вот я вам показываю, да, вот мы всем, физикам я показывал в институте радио, ребята, вот генератор поля, негативный, который оказывается, вот мы его включаем, вот он генерирует, видно, да, Юрий Андреевич, ещё раз покажу. Вот у нас есть фольга обычная, говорят, фольга и кран, да, вот прикладываем фольга и кран, который здесь ничего не делает. Вот фольга, я её приложил. Теперь прикладываю нейтроник, вот он нейтроник, вот прикладываю, и что мы наблюдаем? Вот все видят, да? Вот это физический аспект того, что есть отражение электромагнитное и поглощение электромагнитной волны нейтроником. А что касается больших антенн, они сложно устроены, у них ещё больше тех завихрений, переизлучающих антенн, вы можете посмотреть на них, вы их все видели в магазин, можете зайти к Юрию Андреевичу, посмотреть, насколько они сложны. И вот на них также создаются поверхностные заряды, внутренние токи, поляризации, которые создают при воздействии электромагнитной волны, накачивающей эту антенну, вторичную волну. Это вот теория. И это подтверждено. А подтверждение у нас более 40 исследований на клеточном уровне, на органном уровне, на физиологическом уровне, которые нам не надо было делать. Я всем говорю, ребята, жидкристаллический экран, который также воздействует, как смартфон, он вообще никем не исследован, а во вся школу его ставят. Извините. Что это такое? И тем скептикам говорю, вот они все говорят, ребята, а вы вообще осознаете проблему? Вы откройте статистику, я уже ролик снимал по статистике, за 10 лет с 2000 по 2010 минус 9,5 миллионов детей и подростков. Это официальная статистика, хотя еще в 99-98 году Екатерина опубликовала из ЦОС ЗАГСа, что у нас вообще там меньше 90 миллионов основных. Ну да, не 144, а 90 с чем-то, да. Да, вот представляете себе, так это официальная статистика. Мы живем в состоянии войны, потому что такого времени, кроме революции, Великой Отечественной, не было когда убыль населения. У нас в СССР рост там был на 60 миллионов. У нас после войны рост был на 20 миллионов. Представь, после войны ракету атомной промышленности сколько было, а сейчас у нас что получается? Ну, дороги строят, все же наелись уже, да, наелись всякого дерева. Ну, сейчас людей, сейчас людей согнали в гетто, в города, деревни уничтожают. Уже есть расчеты, что там через 20 лет уже области пустые и так далее будут некоторые, многие именно исконно русские, Псковская, Тверская, Новгородская. Оно так и есть. И поэтому сейчас мир идет к электронному, тянут его, вернее, те, кто это делает, а это не само происходит, а определенные люди это делают, политику всю эту глобальную. Так вот, в электронный концлагерь, и по сути это геноцид населения. И мы можем хотя бы на своем уровне, что называется, на домашнем хотя бы, противостоять этому посильно, ну, говоря хотя бы о воздействии вот этих страшных ВЧС-ВЧ-излучений, хотя бы вот защищая себя и своих детей, близких вот этими устройствами. Персональные защиты нейтроники, которых две модели, вы зайдите потом на сайт nadgar.ru, левая колонка называется, против излучения нейтроники, там две модели, посмотрите, на какие приборы и устройства клеятся та и другая модель, посчитайте количество этих устройств у вас дома, в квартире, у членов семьи, купите необходимое количество и наклейте, там есть инструкции, как, куда клеятся конкретно эти устройства, для того, чтобы снизить практически в ноль, ну, до 600 раз снижается вот это страшное резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК от источника ВЧС-ВЧ-излучений. Ну, а если будет возможность и желание, то вот эта большая антенна, медная, многонаправленная, сложная антенна, которая действительно уже, ну, скажем, избавляет от воздействия уже мощных, не персональных ваших источников, которые у вас в доме, типа сотового телефона, монитора, там, планшета, ноутбука и так далее, от мощных, которые находятся вовне, от соседских Wi-Fi, которые вы не можете повлиять, ну, разве что морду набить и насильно выключить у соседа, ну, их таких может быть 30-40 точек, или это вышки-ретрансляторы сотовой связи, на которые вы, кроме как ее взорвать, ничего не можете, но понятно, что этого делать не будете, поэтому вот есть такой выход, по крайней мере. И что делать, если в наши дни объективно много факторов вредных воздействий на организм, некоторые люди, правильно, просто берут и уезжают, понимая, что они справиться с этим не могут или не хотят, они просто уезжают жить куда-нибудь в деревню, в глушь. И очень многие люди это, значит, не знают, что это надо всем переезжать, надо менять условия в городах и так далее, но, тем не менее, кому-то и это выход, да? Есть несколько вариантов, как решить ту или иную проблему, и они объективны, просто нужно не отмахиваться от проблемы, а понимать, что она есть, и просто ее решать. Ну, вот есть пословица «Предупрежден, вооружен», «Хочешь мира, готовься к войне», ну, вот это правильно, это, так сказать, мудрость народная, но не надо просто закрывать глаза на факты и на то, что есть. Мы живем в этом сейчас, в мире. Но только нам не значит, что мы ничего сделать не можем, мы все можем сделать, если только каждый из нас не будет, значит, это вот страус, как страус, голову в песок прятать. А будем противостоять этому посильно, по мере, так сказать, а мы много чего можем сделать. Ну, в общем, сегодня вот такая тема послужила толчком эта новость очень важная, которая о многом говорит и скажет для разумных людей все. Все предложения, все, что было сказано в прошлых наших видео, актуальны и соответствуют действительности. Ну, пишите комментарии под этим видео, задавайте вопросы, да, мы, может быть, что-то, так сказать, еще интересное. И, Владимир Николаевич, что-то еще хотел сказать. Хочу сказать, Юрий Андреевич, вот еще лет 15 назад, будучи на выставках, ну, то есть участвуя, мне аналогичные вопросы задавали вот эти упертые, да. А вы вот давайте, докажите независимую. Я им тоже самое предлагал, но предлагал как? И это справедливо. Уважаемые друзья, я даю миллион, вы даете миллион. Мы находим независимую организацию, где есть специалисты, специалисты, которые подтвердят или опровергнут эффективность нейтроника. И аналогично, если найдутся эти люди, которые захотят, пожалуйста, мы встретимся, вот они будут уверены в своих исследованиях, они кладут эти деньги, и мы кладем эти деньги. То есть то, что мы обещали. Вот. Да, для организации, по крайней мере, да, ну пусть докажут, какие проблемы. На равных условиях, на равных правах все честно, открыто и справедливо. А поскольку мы вот так уверены в том, что говорим, то, соответственно, наверное, тут что-то есть. Ну и, пожалуйста, это же не значит, что если за три года, вот, кстати, таких предложений, ни одного реального предложения не поступало, не значит, что такого не будет. Ну, мы будем рады только, потому что это будет весьма смешно, радостно и, так сказать, интересное время препровождения, как бы, для того, чтобы развеяться от тяжелых текущих работ и дел. Вот. Почему бы и нет? Ну вот, собственно, и все. На этом, на сегодня, я думаю, все. Будем ждать комментариев зрителей и обязательно сделаем какое-то потом еще видео, когда наберутся какие-то интересные, действительно, новые вопросы, которых мы еще не обсуждали. Таким он. Ну ладно, тогда, мне кажется, благодарю за встречу и до новых встреч. Ждем, что ты... До новых встреч. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания.